Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Многие люди сейчас в замешательстве, а что вообще происходит с криптовалютой? Третья мировая война? Значит, биткоин будет ноль. Но ведь скоро халвинг, а значит биткоин to the moon? Преодоление нового исторического пика это же к большому росту. Но ФРС США может снова начать поднимать ставки из-за инфляции, а значит биткоин пойдет на дно? Давай попробуем в этом разобраться. Ну а пока что крипторынок тонет, словно криптоконференция в Дубае. Да, в Дубае происходит полная жесть. Сочувствую тем, кто пострадал. Итак, я считаю, что хотя на краткосрочной перспективе рынок и выглядит слабо, это еще не завершение бычьего рынка, в котором мы находимся, а только лишь коррекция. В этом видео я буду предельно честен самим собой и тобой, я не буду говорить то, что ты хочешь услышать, а постараюсь взглянуть на состояние рынка со стороны. Пусть из-за этого я могу поймать волну хейта, но так будет честно и справедливо. Таймкоды будут в описании, если ты поставишь лайк прямо сейчас. Мы стремительно набираем обороты и ты в этом мой главный помощник. Спасибо большое за поддержку. Но прежде чем мы начнем, я отвечу на три самых популярных вопроса, которые будут в комментариях. Так ты теперь медведь что ли? Переобуваешься на лету? Ответ нет. Есть большая разница между быть медведем и продолжительной коррекцией на бычьем рынке. Теперь наступает медвежий рынок? Ответ тот же. Коррекция на бычьем рынке может достигать даже 60%, и это все еще не начало медвежьего рынка. Когда ламбо? Ламбо будет, если ты будешь оставаться спокойным и не будешь паниковать. Это сложно сделать, ведь даже киты могут поддаваться страху или фома. Посмотри, что сделал этот кит. Итак, начнем с макроэкономики. Базовые показатели розничных продаж в США выросли на 1,1% за последний месяц. Это указывает на то, что инфляция снова растет. И это было видно и по отчетам Core CPI. Об этом говорят Джейми Даймон, Том Ли, Рей Далио. ФРС, скорее всего, не будет снижать процентные ставки. Напротив, люди теперь боятся новых повышений. И Джером Паул говорит об этом прямо. Последние данные свидетельствуют об отсутствии дальнейшего прогресса в борьбе с инфляцией. Эти заявления и экономические данные усилили индекс доллара, чей рост провоцирует стагнацию или коррекцию цен на крипторынке. Да и других рынках тоже. На краткосрочной перспективе это медвежий фактор. Геополитическая ситуация. Атака Ирана против Израиля все еще создает большую напряженность на рынках. Запрос «Третья мировая война» занимает трендовые позиции в Твиттере. И если на Ближнем Востоке разразится прямая война между Ираном и Израилем, в которую будут втянуты Соединенные Штаты на правах прямого противника, а не прокси-участника, это будет иметь большое влияние на рынки нефти, золота, акций, криптовалют и так далее. Например, люди опасаются, что из-за военного конфликта Иран может нарушить движение танкеров в Ормусском проливе, что может привести к резкому росту цен на нефть до 130 долларов за баррель. Естественно, это снова раскрутит инфляционную спираль. По данным Банков Америка, к выборам 2024-го инфляция потребительских цен в США может достичь 4,8%. И это станет самым высоким показателем инфляции с апреля 2023-го. Это более чем в два раза превысит целевой показатель инфляции ФРС в 2%. И инфляция находится выше этой долгосрочной цели уже 37 месяцев подряд. Естественно, на этом фоне военный конфликт на Ближнем Востоке пугает рынок. Кроме этого, контрудар со стороны Израиля еще не учтен в ценах на рынке. И если этот израильский контрудар произойдет, рынки могут еще упасть. Итак, геополитика на краткосроке еще один медвежий фактор. Графики и ончейн-метрика. Здесь все интереснее. Краткосрочно биткоин выглядит слабо, но на среднесроке и долгосроке уже показывает сигналы на покупку. Это четырехчасовой график биткоина. И здесь мы видим симметричный треугольник. В таких фигурах первый выход за ее границы обычно бывает фальшивым. Простыми словами, если, например, цена впервые выбралась из такого треугольника, то первое направление пробития является фальшивым. У нас было пробитие вот здесь, в сторону повышения. И оно оказалось фальшивым. И закончилось тем, что цена и вовсе провалилась ниже этой поддержки. Что самое интересное, после этого цена отросла, коснулась этой поддержки, которая уже превратилась в сопротивление и отскочила от нее вниз. Вот здесь это видно гораздо детальнее. Линия поддержки треугольника пробита, затем цена протестировала ее на предмет сопротивления и отскочила вниз. Полосы Боллинджера больше не такие сжатые, как были вот здесь. Вот здесь они были сжатые, а сейчас начали разжиматься. Почему? Потому что биткоин вырвался из этого треугольника вниз. Но какая может быть цель этого движения? Мы можем продолжить падать во время халвинга вплоть до этой 100-дневной скользящей. И затем уже увидим отскок вверх. Эта скользящая сейчас находится на уровне 56 288 долларов. Но с каждым днем она поднимается выше, так как скользящая растет. Пока я записывал это видео, эта скользящая выросла до отметки в 56 625 долларов. Если что. Ууу, как так можно? Средняя скользящая переобулась. Ладно, шутки в сторону. На данный момент на краткосроке нет намеков на этот грядущий разворот цены. Это двухдневный график биткоина и стахастический RSI на биткоине. Мы видим, что здесь еще есть куда падать. Приблизительно до вот этой поддержки вот здесь этот RSI может еще упасть. После чего начнется разворот тренда. Как мы это видели в прошлом вот здесь и вот здесь. То же самое мы видим и на дневном графике, 5-дневном графике и на недельном графике биткоина. И везде тренд нисходящий до тех пор, пока недельная свеча биткоина не закроется выше 70 536 долларов. Это очень важная отметка. Разворот тренда начнется именно после этого. Иными словами, похоже, что цена биткоина собирается торговаться в коридоре от 56-57 тысяч долларов до 70-71 тысячи долларов. В ближайшее время, прежде чем продолжить рост. Также мы видим фигуру тройной вершины. Первая, вторая, третья. Мы пробили линию шеи этой фигуры и протестировали ее снизу, уже на предмет сопротивления. Этот тест был неудачный. Также мы видим снижение импульса на RSI, который показывает более низкие максимумы. Другие аналитики, особенно специалисты по Elliot Waves, также видят здесь место для коррекции. Поскольку мы сейчас находимся в стадии реализации четвертой волны. И мы уже говорили об этой волне на примере рыночной капитализации альткоинов, которые тоже ее переживают прямо сейчас. Хорошая новость в том, что пятая волна является растущей. А мы сейчас находимся на четвертой коррекционной. Но что по спотовым биткоин ETF? Крупные институты пока приостановили покупки. И это видно по этим объемам. Приток ETF сейчас ниже всего за всю их еще краткую историю существования. Новости об одобрении ETF в Гонконге также привели к короткому пику, который был немедленно распродан. Но что же делают эти киты, если не покупают биткоин ETF? Посмотри на этот график. Это оценка тренда накопления. И если она ближе к единице, это указывает на то, что в совокупности более крупные игроки накапливают. А значение, близкое к нулю, указывает на то, что они распределяют или не накапливают. Сейчас этот показатель упал до 0,27. Это говорит нам о том, что они по большей части не накапливают, а занимаются распределением своих существующих монет, чтобы это не значило. Им спешить некуда. Они и так накопили практически 10% всего доступного предложения биткоинов. Это колоссальная цифра. И кстати говоря, они не продают, так как мы не видим больших притоков биткоинов на бирже в это время. Небольшой всплеск мы, конечно, увидели, но по сравнению с вот этим всплеском на пике 2021 года, это совершенно незначимый прыжок. Учитывая все, что мы сейчас видим на макроэкономическом уровне, на геополитической арене и на краткосрочных индикаторах, текущая модель графика соответствует классическому распределению Вайкоффа. На модели Вайкоффа цена находится на уровне поддержки, support, и показывает признаки слабости, signs of weakness. Что указывает на то, что мы определенно можем увидеть еще одно корректирующее движение. Цена биткоина снизу, теоретическая модель распределения Вайкоффа сверху. Сравни. Практически одно и то же. И мы находимся где-то в этой точке. Этому корректирующему движению могут поспособствовать более негативные новости. Например, удар Израиля по Ирану. Вывод – это среднесрочный медвежий фактор. В любом случае, это коррекция биткоину на пользу, ведь, переходя в третью фазу бычьего рынка, он всегда был уже достаточно перегрет. Мы находились в этой зоне, которая исторически была самой перекупленной зоной в истории биткоина. И когда график касался ее верхней границы, рынку требовалось время на то, чтобы остыть. Чтобы этот показатель остыл. Перегретость была присуща не только рынку, но и самой сети биткоина. Но как мы видим, теперь комиссии за транзакции, которые вот здесь показывали пики, наконец-таки нормализовались. Это результат коррекции. Итак, несмотря на множество долгосрочных бычьих признаков, халвинг, новый исторический пик, принятие спотовых биткоин и эфириуми, тефа в Гонконге и так далее, есть некоторые сильные сигналы, что мы можем увидеть продолжение краткосрочной коррекции. В зависимости от новостей, а особенно с Ближнего Востока, она может быть более или менее резкой. При этом доминирование биткоина во время этой коррекции может продолжить расти, что скажется на альткоинах, которые еще немного пострадают. Учитывая, что по сравнению с 40-50 днями ранее, когда 90% альткоинов были ближе к пику, о чем мы говорили в предыдущих видео, сегодня 72% альткоинов находятся ближе ко дну, а не к пику. Именно поэтому я рассматриваю это время как хороший период для накопления. Да, многое указывает на продолжение коррекции, несмотря на халвинг. Потенциальной целью может стать уровень коррекции Фибоначчи 61,8, ведь там много ликвидности сейчас. Но бывший рынок еще не закончился. Эта коррекция просто перерыв. Это нормально после такого годового движения вверх. И об этом говорят более долгосрочные сигналы. И когда я говорю долгосрочные, это не означает, что на пути к их реализации коррекций быть не может. Немедленно отыграть эти сигналы тоже не могут, на то они и долгосрочные. Коэффициент реализованной прибыли и убытка биткоина упал ниже единицы, что позволяет предположить, что инвесторы в настоящее время принимают больше убытков, чем прибыли. А за последние 6 месяцев это уже случалось. И когда это случалось, это обозначало локальное дно для биткоина на длинной дистанции. А это сигнал на 90-дневном графике. Ощути разницу. Между 4-часовым таймфреймом, на котором биткоин явно демонстрирует слабость, и 3-месячным графиком, где мы видим этот сигнал на MVRV. В прошлом этот индикатор помогал определять зоны покупки с момента начала бычьего движения. Когда MVRV падает ниже 90-дневного среднего значения, это сигнализирует о возможности покупки. После последней коррекции биткоина MVRV уже упал ниже 90-дневного среднего значения, вот этой синей скользящей. Мы находимся уже ниже нее. Это намекает на то, что хотя биткоин и может увидеть дальнейшее снижение, сейчас отличное время, чтобы рассмотреть возможность покупки. К слову, чем ниже этот индикатор от 90-дневного среднего значения, тем лучше и увереннее возможность покупки. В последний раз это было вот здесь. Посмотри, что было с ценой биткоина. Она откорректировалась и полетела вверх. Затем мы видели нечто подобное вот здесь. Цена биткоина откорректировалась и полетела вверх. Затем мы видели это вот здесь. Цена биткоина откорректировалась и полетела вверх. И еще раз мы видели это вот здесь. Цена биткоина откорректировалась и полетела вверх. И теперь мы видим, что этот индикатор упал ниже этой синей скользящей, ниже 90-дневного среднего значения. И если он упадет еще немножко ниже, это будет идеальной точкой для покупки. Еще раз напомню тебе об этом сравнении выборных годов США. Мы находимся в том периоде, который здесь обозначен черной стрелкой. Как ты видишь, это период бокового движения, в котором цена, естественно, ходит вниз и вверх. Это диапазон накопления перед вот этим ростом вот здесь. Диапазон накопления это коридор, в котором цена может значительно падать к уровню поддержки вот здесь. Или наоборот, значительно вырасти к уровню сопротивления вот здесь. Почему я решил об этом вспомнить? Обрати внимание на эту визуализацию халвинга. Халвинг состоит из трех фаз. Хайп, разочарование и накопление. И мы как раз таки находимся в фазе накопления. После нее наступает фаза хайпа. Еще раз, мы находимся на фазе накопления. Это же совпадает с тем, где мы находимся на графике выборных годов. Мы находимся в фазе накопления вот здесь. И вот что происходит спустя полгода после халвинга. Вот здесь наступает халвинг, проходит полгода и посмотри, что с рынком. Он просто взрывается. Не сразу, не через неделю после халвинга и даже не через две, а спустя полгода большой скачок цен. Так в мае 2020 года случился халвинг и значительный рост пошел лишь с ноября. Затраты на добычу биткоина в день халвинга удвоились. Но этот рост спустя полгода после халвинга не просто компенсировал эти убытки, но и позволил майнерам снова стать прибыльными. Так есть ли смысл вообще переживать из-за этих средней и тем более краткосрочных падений цены? Раньше также переживали о падении цены биткоина с 6 до 3 тысяч долларов во время коронавируса. Но теперь какая разница, купил ли ты его за 3 или 6 тысяч долларов? Ты все равно в большом плюсе. Когда-нибудь также будут говорить про 50 и 70 тысяч долларов. Это наши новые 3-6 тысяч долларов. А вот кстати флор прайсы для добычи биткоина на разном оборудовании. Добыча биткоина стоит 28 тысяч долларов, 40 тысяч долларов, 55 тысяч долларов сейчас. После халвинга эти цены удвоятся. И чтобы остаться в прибыли, им нужно удвоить и курс биткоина до 60 тысяч, 80 тысяч и 110 тысяч долларов. То есть самая дерзкая цель 110 тысяч долларов за биткоин. А это разные виды рыночной капитализации криптовалют. Первая это общая рыночная капитализация. Вторая это рыночная капитализация криптовалют без учета биткоина и эфириума. Третья это рыночная капитализация альткоинов без учета 10 крупнейших криптовалют. Везде мы видим один и тот же паттерн Округлое дно, пробитие линии шеи Затем крах цен для того, чтобы капитализация вернулась к линии шеи И проверила ее на поддержку И если эта линия, которая была сопротивлением все это время Практически с 2022 года превратится в поддержку после этого ретеста Вот тогда ты даже не представляешь, что нас ожидает Вот тогда начнется настоящий бычий рынок Поэтому не удивляйся продолжению коррекции Не бойся ее, используй возможности Ведь впереди нас ожидает только самое лучшее Помни, ты не съешь плоды в день, когда посадишь семена Семенам нужно время, чтобы созреть Их нужно лелеять, их нужно поливать Им нужно дать определенное количество времени, чтобы они проросли и дали плоды Только тогда ты сможешь насладиться сладким вкусом урожая Будь терпеливым и последовательным К сожалению, многие люди не могут этим похвастаться И бросают все на полпути Особенно, когда есть трудности Меня зовут Богатейший Дим И мы с тобой увидимся в новых видео До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok